Это проект «Смотри Хабаров» в студии Евгения Довлатова и Дмитрия Павленко. Сегодня мы говорим о пацанском клубе, и к нам присоединился идеолог этого проекта, руководитель общественной организации «Проектная группа «Союзники»» Фёдор Цун. Фёдор, здравствуйте. Та-да, привет. Начнем с того, что... Что? С общества начнем. Общественное мнение. Оно перекладывает в основном всю ответственность за семью на маму. Вот мама, стержень. Она должна знать всё, что находится в медицинской карте, все показатели, все анализы, естественно, состояние здоровья. Отвечать за успехи в школе, сделал уроки, не сделал. Поделки – мама, шить – мама. Кружки отвезти – мама. За его приученность к тому, чтобы выполнять домашнее задание дома. В общем, за кучу всего. Хорошо. Отец, как бы, ну, немножко он вне этого процесса, он всё время занят на работе. Вы согласны с этим? Ну, я даже не знаю, с чем. Давайте... С тем, что папа отдельно, а мама с ребёнком отдельно. Вы просто, смотрите, вы начали с такого интересного. Вот у нас есть такая специфика, у нас язык богатый, да, и мы очень любим обобщать. То есть, есть некое общество, не понятие, с кого состоящее, которое на какую-то конкретную маму всю ответственность перекладывает, а какой-то конкретный папа эту ответственность не берёт. Но давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Общество – это и есть мамы и папы. Ну, понятно, что есть там мужчины, там, не женаты, и женщины, не замужние. Ну, бабушки и дедушки, в общем-то. Ну, я имею в виду, что, понимаете, то есть, если что-то перекладывается, то, наверное, это почему-то происходит. Ну, я имею в виду, что это, знаете, не какое-то, ну, как сказать, это какие-то естественные процессы в обществе. То есть, это большие какие-то процессы, происходящие в обществе. Вот. И я согласен с тем, что папы у нас вываливаются, да, из каких-то больших вопросов, из семейных вообще стабильно вываливаются. Но это как бы общая тенденция, Миша. Да, ну, я просто хочу сказать, что вот эти формулировки общество перекладывает, например, да, ответственность. Какое общество на кого перекладывает? То есть, я перекладываю, я не перекладываю, да, а вот он перекладывает. Это всегда чья-то индивидуальная частная история. А вот можно сейчас я вот скажу конкретные данные? Данные фонда отцовства, федерального фонда, подсчитали, сколько качественного времени в день отцы инвестируют в своих детей. Так вот, получается, в Китае это 55 минут в день, в США 42 минуты, а в России 6. Где цифры про мам? Это про пап конкретно. А про мам? А мамы, возможно, в американские мамы 30 минут. Сколько минут в сутках? Вот давайте от них отнимем 6 минут, это все остальное мамы. Которые не спят ночами. Слушайте, мне кажется, вообще, смотрите, мы почему про это сейчас говорим, обсуждаем. Идея пацанского клуба, она в том, чтобы компенсировать вот это вот недостающее, ну, как я это понимаю, да, внимание именно какое-то отцовское и мужское для детей. Вот очень важно, отцовское или мужское. То есть у нас есть некая сформированная позиция, да, что есть такой боевой ракетно-зенитный комплекс под названием «Мужчина». Вот. И отцовство, да, это только одна из ракет в его боекомплекте. Ну, то есть, как вот этот ракетно-зенитный комплекс, да, бывает такое, что заряжен полностью, но нет бензина, не едет никуда. Или боезапас пустой, но бензина куча, и он мотается бессмысленно в пустую, да. Так вот, отец – это одна из ролей, социальных ролей, из множества социальных ролей мужчины, да, и он к этому должен прийти. И если у него перед этим, например, был какой-то очень кривой путь, то и отцовский путь у него будет кривой. Если он линию взаимоотношений с жены, например, выстраивает криво, то и отцовская линия его потом сломается. Что такое «сломается отцовская линия»? Как это выглядит? Это выглядит так, что мужчина, допустим, взрослый и его ребенок просто проживают вместе на одной территории, и они никак не взаимодействуют. Сожительствуют. Так же, как муж с женой могут сожительствовать, да. То есть есть вопрос качества. Мы говорим о времени – 6 минут. 6 минут – это может быть очень много. И почему, допустим, важно, чтобы с мамой ребенок проводил очень много времени, а с отцом достаточно бывает действительно 6 минут в день. Потому что отец – это социализация. То есть если они за 6 этих минут что-то вместе сделали, создали что-то, то это отличные 6 минут. А мама – это история про биологическую связь, понимаете. Мама, она человек с природой связывает. А папа связывает с социумом, с обществом. Сожди, ну то есть мы сейчас отменяем какую-то материнскую социализирующую функцию? Мы ее как бы… Нет, мы ее не отменяем, без нее в принципе ничего не будет, это понятно. Я имею в виду, что роль папы, она очень специфическая. И она не к времени привязана. Она привязана к качеству, к тому, как это время наполнено. Вот смотрите, вспоминая, даже пересматривая советские фильмы, у нас образ отца, вот именно тот советский, сформировавшийся образ отца – батя, глава семьи. Он где-то на заводе или он там, не знаю, в шахте, он зарабатывает деньги, он отвечает за свою семью. Вся семья за ним, как за каменной стеной. Подвести отца, получить что-то плохое в школе, какую-то, не знаю, оценку плохую. Да не дай бог, отец узнает, что будет. Вот сейчас образ отца, он какой? Супер удачный, удачливый бизнесмен? Или это человек, лежащий на диване, не трогайте папу, он должен отдохнуть? Какой он сейчас, современный отец? Не знаю, не знаю. Ну, он разный. В том смысле, что мы говорим о советском времени, это было время пропаганды. То есть некая была центральная линия, да, там по линии политбюро говорили, каким у нас нынче в обществе должен быть отец. И все, все приняли госзадачу и понесли. А сегодня у нас только, и канал был по сути два, три, да, телевизор, радиогазета. Если они в одних руках, то информация несется по всем трем каналам одинаковая. Но, допустим, что ломало это информбюро? Высоцкий, например. Посмотрите, как Высоцкий пел о мужчинах. То есть у нас в советском образе мужчина, вот он такой, защитник там, да, стаханывается, все такое. Ну, а у Высоцкого, ой, Вань, смотри, какие клоуны, да, понимаете? Вот. Если говорить, допустим, ну, не об образе отца, понимаете, нужно говорить о функции, ну, нужно говорить о задачах, нужно говорить о его роли. Потому что образы, какие ты не неси, если не соответствуют реалиям, они не прирастут в обществе. Да? Ну, чтобы было понимание. Традиционные, так называемые, общества, религиозные, да, там мужчина был главой всего априори. Почему? Потому что все сводилось к Богу. Почему мужчина самый главный? Бог так сказал, с ним не поспоришь. Сегодня эта аксиома не работает. Ну, мне кажется, там больше еще экономическая какая-то составляющая. Ну, религиозная, которая транслирует ценности, где женщина не может работать и должна там следить за хозяйством, что тоже было обусловлено. Я скажу, что религиозная, ну, вот на мой сегодняшний взгляд, сколько я читаю об этом, мне кажется, что религиозная имела превалирующую сторону. Объясню почему. Потому что, ну, считается, что мужчина кормилец. Но собирательством, например, занимались женщины. За всю историю, да, как бы они собирают, они были собирательницами, и они тоже, пусть здоров, кормили семьи. Понимаете? То есть, так сложилось. Никто не может объяснить, почему. Мы же ничего не знаем, ни откуда мы появились, ни как мы такими стали, да? Потому что мы сидим тут в студии, откуда это всё взялось, непонятно. Слушайте, а вы вот такие беседы со своим воспитанником ведёте? Именно воспитанниками пацанского клуба. Я уже хочу понять, в чём суть-то вашего объединения? Ещё пока нет. Суть объединения в том, чтобы понять свою фундаментальную роль. Роль мужчины, понимаете, она в том, чтобы идти туда, где сложно, где непонятны задачи, да, где территория не разведана, постоянно расширять территорию своего обитания, улучшать её качество. Мужчина там, где сложно, и мужчина там, где, то есть, качественный мужчина. Он в первую очередь там, где созидание. Но вы сейчас так в общем, очень в общем говорите. Я хочу конкретики. Для чего ваш пацанский клуб? Пришёл я к вам. Что со мной? Ну, пацан вот. Ну, я маленький ещё. Пришёл бы. Не, не маленький. То есть, вы приходите со своим ребёнком. Так. А, это вместе, это совместная история. Это всегда история вместе. Всё, так. Это всегда. То есть, эта история, как бы, это клуб мужской, он не детский. Это не детский кружок. То есть, это клуб, место, куда мужчина приходит, да, со своим ребёнком. Неважно, кто это. Это сын, это внук, это племянник, да. То есть, вот есть у тебя в окружении ребёнок, для которого ты значимый взрослый мужчина. Приходи с ним в клуб и подключайся к той деятельности, которую ведёт кто-то уже другой. Предлагай свою деятельность, да. То есть, вся деятельность клуба, она исключительно остаётся на том, что умеют мужчины внутри клуба. Вот у нас есть Лёша, он авиамоделист. Он проводит мастер-классы, мы все приходим, подключаемся, и мы тоже потихоньку начинаем осваивать. Уже знаем, что такое аэродинамика или ещё что-то. У нас есть Дима Маргулис, да. Фотограф известный. Да, он известный фотограф, международник, да. Это человек, который умеет показать искусство фотографии. Не просто там вот на камеру пощёлкать, селфи поделать, а он показывает историю фотографии. Он показывает, то есть, у него есть там, ну, как сказать, у него есть курс, где он показывает, например, цветные фотографии начала 20 века. То есть, получается, подождите, это вот вы приходите конкретно в гости к кому-то на его площадку? Мы можем прийти на его площадку, сейчас у нас появляется уже своя площадка, куда к нам приходят. У нас будет стационарная, допустим, свободная мастерская. То есть, у тебя есть какая-то работа, что-то напилить, что-то настрогать, что-то изготовить, создать что-то, понимаете? И научить, самое главное, да? Показать и научить. А вот в процессе создания, как правило, у нас, знаете, какой провал, который вот как раз мы пацанским клубом закрываем? То есть, мужчина, он за жизнь накапливает огромный опыт, но зачастую этот опыт уходит вместе с ним. Он не умеет его передавать, он не понимает зачастую, он не может оценить значимость, он даже не понимает, что он накопил какой-то серьёзный опыт. Я сейчас не хочу обесценивать, но просто условно, там авиамоделирование, фотография и так далее, там что-то техническое, инженерное, да, как будто это какие-то кружки и секции такого советского времени. Все школьники, мальчики, они этим увлекались раньше. Сейчас это надо, и чем это всё от кружков и секций просто отличается? Отличается тем, что, во-первых, это происходит, то есть, ребёнок получает информацию не от учителя. Тут задача не вытянуть какую-то профессиональную линию, в профессиональный кружок превратиться, чего-то там, по моделированию или ещё чего-то. Здесь главная суть вот в этом качественном времени. Значимый взрослый делится опытом, и этот опыт, он намного качественнее ложится. Ну, потому что это не чужой человек, проще говоря. Это не чужой человек, это значимый человек, это родной человек, и ребёнок схватывает быстрее, у него мотивация намного выше. Вот, то есть, когда мы приходим, ну, мы же помним школу, вот есть учитель, он же вроде всё знает, но восприятие, да, оно совсем, то есть, это должен быть очень крутой, качественный педагог, чтобы вот весь класс сидел там разъем. При этом, условно, там, для мальчика, значимый для него мужчина, там, дед или отец, он тоже не всегда хороший педагог. Вообще не всегда. И вот он, то есть, получается, он приходит к вам? В этом и суть клуба, что мы хотим разработать методику по передаче значимого социального или профессионального опыта, чтобы любой приходящий в клуб через какое-то время научился вытаскивать из себя этот опыт и передавать. Потому что одно дело, когда ты хочешь кому-то что-то передать, а другое дело, в принципе, другая сторона, она принимает это или нет, она тебя воспринимает как значимого или нет, да? Вот. У нас вот совсем недавно мы презентовали тоже площадку, там, ну, наш клуб на другой площадке, и к нам сами ребята, пацаны, подростки подходят и говорят, у меня папа, коммерсант, очень серьезный человек там в городе, да? Я ему говорю, скажи мне, ну, объясни мне, как ты это все делаешь, я хочу знать. А в итоге, говорит, у нас все, все наше взаимодействие сводится, привет, как дела, что в школе? То есть я хочу от него получить, а он не может это передать, он даже не понимает, как бы, значимости этого, что он должен передать кому-то этот опыт. Вот у меня как раз-таки вот серьезно в голове не укладывается, что для того, чтобы пообщаться с папой, чтобы получить от него какой-то, там, не знаю, хоть просто теплое общение, нужно для этого специально идти куда-то в какую-то организацию. Что-то дома не происходит. Подожди, а почему все при этом понимают, что нужно следить за своим здоровьем, но только пока я не куплю себе абонемент в клуб и не создам какую-то определенную там череду препятствий, которые нужно произвести, я дома не буду отжиматься, я буду ходить куда-то. Это как раз та специфика, о которой мы тоже постоянно говорим. Мама – это биологическая, папа – это социальная. И вот это как раз-таки вы говорите почему? А вот потому, что у папы был свой предшествующий путь до того, как он стал папой, который сформировал его таким человеком, что вот он сейчас и свой опыт оценить не может, а если может, передать его не может, а если пытается, то становится еще хуже. Понимаете? Это коммуникации. Это непростой процесс. У нас вообще век коммуникации, да? То есть мы сейчас учимся эти коммуникации строить. И коммуникация мамы с ребенком, они бывают даже им говорить не надо, они чувствуют друг друга. Ну это, да, это такая духовная связь. А папа с ребенком – это чисто социальное явление. Понимаете? В чем специфика? И в зависимости от того, какой папа прошел социальный путь до того, как он стал папой, очень сильно влияет на то, как будут его отношения с ребенком строиться. Просто смотрите, мне кажется, есть какая-то… В общем, какая мысль у меня просто появляется. Не все, там, отцы, пацанский клуб закрывает проблему в том, что люди, там, ну, мужчины не могут передавать свой опыт детям. Они почему этого не делают? Потому что они просто могут не хотеть этого делать. И они, я не хочу ребенка, я к вам и не приду. Если я нормальный, там, отец, я хочу что-то делать, ну, я в том числе приду к вам. Но у меня и до этого нормальные отношения были. То есть я, там, значил, там, для внука или для сына уже что-то. У нас с ним хорошее. Мы новый способ досуга нашли с ним. И как будто бы вы просто поможете мне стать еще лучше, но и так уже хорошей. А как быть с теми, которые вообще ничего не хотят? Абсолютно классный вопрос. Это то, о чем мы, я, в частности, да, допустим, думаю постоянно. Да, в принципе, мы, то есть у нас проект, любой наш проект, это всегда проект моей жены, да. То есть у нас по отдельности ничего не бывает. Вот, и пацанский, главный, там, один из главных пацанов в нашем клубе – это моя жена. Как-то так получилось. Свой пацан, да. Вот. Юля, привет. Вот, вот, это вторая половина работы, которую мы запустим, чуть попозже. Чем бы мы, скажем так, с 2016 года, чем бы мы не занимались, мы всегда занимаемся наставничеством. Первый наш опыт наставничества был – это в социальной сфере, то есть наставничество для детей-сирот. Сегодня мы переходим к истории наставничества мужское. Я, пока мы, вот, сейчас, прости, от детей-сирот на фестивале, ну вот сейчас, да, сейчас на наших экранах фестиваль «Сердце Дальнего Востока», вот сейчас прям… Да, да, да. А, вот, и там как раз была презентация вашего, да, проекта, вместе с Юлей вы ее презентовали, ну, то есть одна из площадок была, одна на прудах. Пацанки в клуб, да. Да. Я просто, был еще один фестиваль, фестиваль «Навстречу» которой, и там, вот, вы говорили про наставничество, и фраза, которая меня прям очень сильно зацепила, благодаря тому, что мы придумали эту систему, у нас сейчас детей в детском доме не хватает. Есть такое дело. И прям, у меня вот сейчас мурашки. Да. Вот это очень круто. Я поэтому, вот, допустим, вот пацанскому клубу и вам, как организаторам, я очень сильно доверяю, мне очень интересно, получится ли вот это. Ну, да, да, вот у нас, в принципе, благодаря тому, что у нас проект «Навстречество» останется так, что мы другом стрельнули, к нам сейчас, скажем так, лимит доверия очень высокий. Да, да, я прошу прощения, перебил, вернемся к тому, да, про вторую роль, что делать с отцами, дедами, которые не хотят передавать свой опыт, и об этом чуть позже, прямо сейчас у нас реклама в нашем канале, не переключайтесь, скоро вернемся. Это проект «Смотри Хабаровск», сегодня у нас в гостях Федор Ациуна, руководитель общественной организации «Проектная группа «Союзники», и вместе с ним говорим об еще одной инициативе, о пацанском клубе. Главное правило пацанского клуба – рассказывай как можно больше всем про пацанский клуб, сегодня этим мы занимаемся. До перерыва на рекламу мы заговорили о том, что, то есть, есть отцы и деды, для которых со своими внуками и сыновьями занимаются хорошо проводить время, и для них пацанский клуб – это еще одно место, где хорошо, качественно провести время со своими детьми. Но есть те, кто не хочет вообще, в принципе, не готов передавать этот опыт, не делиться, и это тоже одна из перспективных целей вашего проекта, правильно я понимаю? – Именно так, это одна из целей, ну, скажем, к этому надо идти аккуратно, и за этот вопрос нужно браться, ну, как сказать, нужно быть экспертом, да, для того, чтобы залазить, потому что там всегда, скорее всего, либо какая-то личная боль, там какая-то социальная проблема, это может быть какая-то, ну, то есть, это семья может быть в группе риска там, да, вот, и заскакивать туда на коне и шашкой, ну, это было бы очень глупо. Вот, то есть, очевидно, что есть отцы, у которых накопилось вот тут кипит, да, очевидно, что есть те, кто вообще либо не понимает необходимости, либо не умеет передавать, да. – А потому что у самого, да, в семье так было принято, что папа отдельно… – Да, 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 это даже личный опыт, ну, чтобы было понимание, вот у меня, я не знаю, чего не умеет мой батя, вот, нет таких вещей, он вырос в тайге, то есть, его отправят в тайгу, ну, с ножом и спичками, то есть, он вернется, у него там дом построен, ну, козы-куры пасутся, да, как бы, и медведи уже приходят. – И интернет-спутниковый. – И интернет-спутниковый, да, вот это мой отец. Но если вы спросите, чему он, вот, какие он мне передал, вот, практически реально какие-то навыки в жизни, я скажу, почти никакие, да. – Вот это тот самый вопрос, когда у тебя накопился большой, но серьезный, конкретный опыт, вот, а с точки зрения передачи этого опыта, у тебя, ты нет, не умеешь, понимаешь. – Вот, вот это вопрос. Ну, у меня все, слава богу, классно, в том плане, что я, ну, нужно понять, самое важное для ребенка – это вырасти в полной любящей семье. Остальные вещи сгладятся, ты потом вырастешь, ты докрутишь, ты повытаскиваешь и поправишь, да, вот. Вот, если нет любви в семье, если она разводилась, если она неполная, если ребенок живет в холоде и отчуждении, вот, то неважно, как, ну, как бы, умеешь ты выпиливать там, или выжигать, или строгать, неважно, да, то есть это все уйдет никуда. Это вот классика, знаете, пьющий мужик золотые руки, да, вот руки золотые, а что толку, да, вот. Поэтому долюбленность ребенка – это первоочередная задача. Вот сейчас-то хочется как раз-таки вернуться к детям, которые находятся в детских домах. Вы занимаетесь наставничеством, просто я, насколько я права, скажу сейчас, что у вас такое, есть свое отношение к волонтерству, когда в детские дома приходят волонтеры, поиграли, поплясали, подарки подарили им и ушли. Да. А ребенок остался. Это правильно, классика, да. Но нужно понимать, опять же, я всегда очень аккуратно эту историю критикую, в том смысле, что нужно понять, что это тоже исторически реальный. В 93-м, если бы этого не было, если бы не приходили люди с вещами, с едой, понимаете, у нас бы люди, там, дети просто с головы помирали бы. Просто времена изменились, жизнь улучшается. Это надо понимать. Мы сколько бы ни там не говорили, что, а, как все плохо и ужасно, но жизнь улучшается. Так вот почему вы наставники конкретно? Потому что мы работаем с социальным запросом ребенка, не с социальным запросом учреждения, да, потому что учреждению классно, постоянно кто-то ходит, не надо думать о досуге, ни о чем, да, вот. А как изменяется качество на жизнь ребенка-то? Да никак он от этого. Он привыкает, что жизнь – это сплошной праздник веселья гагей, что ему все приносят, вот. Соответственно, наставник – это человек, который приходит, и первое, почти всегда, с чего начинается с их отношения – это конфликт. У нас запрещено, допустим, у нас прям по правилам программы категорически запрещено первые полгода дарить какие-либо подарки. Например, вообще, в принципе, ничего. Не 50 рублей на телефончик, понимаете, ну вот, не кулек-конфет вот на тебе. Запрещено. Отношения, первые отношения с наставником должны выстраиваться исключительно на построении взаимоотношений. Вот я просто, мне кажется, тема наставничества сильно глубокая, и мы потом попозже обязательно про это вернемся. Давайте вернемся в пацанский клуб. Вот этот, может быть, да, опыт из детских домов перенесен, вот это какие-то методики. Методики, вот это очень важное слово. Вот вы в пацанском клубе используете? Помогаете вот эти взаимоотношения выстраивать по каким-то тем же самым? Нужно понимать, мы сейчас только пристреливаемся, мы их точно будем использовать. Вот наставничество, это технология, она универсальная, она работает везде, в корпоративной культуре, в социальной культуре, в системах перезагрузки, она в урбанистике будет работать прекрасно. То есть у нас один из спящих программ, это вот такой проект смежный, он там на грани урбанистики и социальной перезагрузки, да. Мы там будем использовать социальную технологию наставничества. То есть нужно понять, что чем бы мы ни занимались, мы занимаемся наставничеством, потому что наставничество – это технология быстрой передачи значимого социального или профессионального опыта. Соответственно, мужчина имеет значимый социальный или профессиональный опыт? Имеет. Передавать умеет? Далеко не всегда. Сам он его осознает? Далеко не всегда. Понимаете? Вот мы сейчас сталкиваемся с историей, когда мужчина приходит и только в рамках площадки сам начинает соображать, что он оказывается крутой. Да, да. Понимаете? Ничего себе, что и умеет, да? Ого, а я-то вон чего умею. А оказывается, это надо, когда мы, говорю, сидим там, понимаете? То есть, грубо говоря, человек в самолётики какие-то пускает, там, засобрал. То есть ты знаешь один вид самолётика, понимаете? А он знает, как дети самолётов собрать, а они будут летать себе по-разному. Дети, аааа! Понимаете? Он такой, а что, это кому-то надо? А это круто, что ли? То есть, смотрите, я что сейчас слышу, что вы учите отцов становиться наставниками и научаете их этой роли. По мне, просто я представляю, я, допустим, ничего в жизни, ну, условно, там, не умею. Умею крутить 10 видов самолётиков только, и всё. И никогда про это не думал. Прихожу со своим ребёнком, и оказывается, в другой социальной группе, что это настолько важный навык, и это ещё для меня как отца, ещё самооценка, и это в итоге всё-таки будет отражаться на отношениях с ребёнком. И перед другими детьми он становится, у меня-то батя, вот это батя. Это сильно психологически всё-таки. Это не просто, если прийти и покрутить авиамоделирование фотографии. Ещё одна важная штука, которой мы, мужчины, прибаливаем очень серьёзно. Это глобализация. Смысл прикручивать вот эту дверь на шкафу. Вот будем ремонт в квартире делать, вот я тогда дверь и починю. В итоге тут дверь отваливается, тут обоины отклеены, ещё что-то. Но это всё на потом, когда вот... Когда муж на час придёт. Ну, то есть, ну, наверное, да. В конечном счёте, в итоге получается, кстати, потом приходит муж на час, всё делает, да, чем это всё заканчивается. С воспитанием у нас та же болезнь. То есть, нам кажется, что какие-то вещи, которые мы умеем, они такие маленькие, незначимые. Вот я сейчас бизнес подниму, и вот ребёнку тогда объясню. Или вот я сейчас там стану сварщиком шестого разряда. Вот я сейчас третий разряд, а вот стану шестого, тогда своему сыну покажу, как держать, в руке держать, да. Вот. Вот. Ну, а когда приходишь, и вроде ты делаешь мелкие вещи, а вокруг тебя, дети, начинаешь осознавать вот ценность даже самая малая. То есть, для того, чтобы со своим ребёнком взаимодействовать, не надо много. Уметь не надо много, знать не надо. Надо, а, его любить, его надо замечать, что очень важно. То есть, эта площадка, в том числе, на которой отец и ребёнок зачастую встречаются, может быть, даже впервые, понимаете. То есть, они проживали на одной территории и жили параллельно. А тут, бум, и некая ситуация, да, некий контекст, который позволяет им друг друга увидеть. Да ёлки, это же стать друзьями можно на самом деле. Ну, просто вот. Это история про стать друзьями и кайфовать, в первую очередь. Вот, смотри, и давайте так, мы, в принципе, понимаем какую-то глобальную, там, мужчина любит, фаболизируешь, глобальную цель и какую-то пользу внутреннюю для детей, для отношений, всё здорово. Физически представляем, как это выглядит, да, то есть, какие-то кружки, ну, не кружки, ладно, но, то есть, это встречи, где какие-то технические навыки, навыки отрабатываются. Да, не знаю, это технические. Всё здорово. Сейчас вы базируетесь где-то очень хаотично, но... Нам администрация города в лице управления по делам молодёжи выделила помещение. Нет, когда это случилось, когда это случилось? Это случилось, ну, то есть, мы разговаривали об этом, ну, лето, готовились, в сентябре было открытие центра, патриотический центр в Северном, на Зои-Космодемьянской. Вот, это будет наша первая такая базовая точка. То есть, куда прям приходить можно будет? Папа, сыновья. И автоматически остальные какие-то вот эти локальные очаги, они закроются, схлопнутся в одно помещение, и всем надо будет туда ездить. То есть, наше, чтобы было понимание, у нас задача развернуть, ну, то есть, живёт отец в Северном, мужчины, да, со значимым жизненным опытом, есть в Северном, они занимаются где-то в Северном. Есть в Южном, буду заниматься в Южном. То есть, на сегодняшний день почти все социальные центры, это доверие, это ещё какие-то, да, мы с ними общаемся, они говорят, круто, давайте. То есть, они как минимум под мастер-классы нам готовы давать. Но чем хорошо вот эта история с Северным, да, с Зоей Космодемьянской, и взаимодействие с нашей молодёжкой городской, нам дали стационарное помещение. Мы там соберём свою первую собственную мастерскую. То есть, столы, верстаки, инструментом, как бы, то есть, нам будет где накапливать свою материально-техническую базу, да, потому что там мастер-класс, ты со своим инструментом, со своим материалом приехал, попилил и уехал. Это прикольно, это лучше, чем ничего, конечно, однозначно, но это всё-таки не то. Вот, здесь конкретно партнёрская история, когда есть прям помещение, то есть, у Димы Маргулиса там будет фотостудия, то есть, он её уже перевёз, мы её там готовим потихонечку к запуску, и у нас уже есть полностью пустое подготовленное помещение для того, чтобы мы там вставили верстаки, у нас уже появился первый партнёр внешне, коммерческий, так скажем, да, который сам хочет участвовать, он многодетный отец, у него свой бизнес, вот, у него, он говорит, давайте, как будем взаимодействовать, я говорю, инструмента надо, он такой, сейчас пойдём по музыкам пособираем, да. То есть, у нас уже, как, ну, это работает, вот, уже на глазах что-то зреет, какой-то... Да потому что пацаны, потому что пацаны вместе, интересно, ну, правда, это же ещё и помирится, кто чем помирится. Это, это да, это да, с посадежами, да. Например. Я про них. Да, Фёдор, ну, спасибо большое, оно всё время, к сожалению, да, подошло к концу. Спасибо за эту инициативу, ну, мне кажется, стоит, конечно, отдельно подоговорить вас и Юлю за проект наставничества. За каждым великим мужчиной стоит... Стоит великая женщина. Юля, привет. Женщина и мама, что немаловажно. Да, говорили сегодня мы о проекте «Пацанский клуб» с Фёдором Цуном, руководителем общественной организации «Проектная группа «Союзники». Фёдор, спасибо ещё раз большое. Большое дело делайте, всё ещё впереди. Да, ну, а если вдруг не видели этот выпуск сначала, или этот и другие, также это и другие интервью, можно посмотреть на нашем Ютуб-канале, ищите, собственно, в Ютубе, и, конечно, подписывайтесь на наш Инстаграм, khv.tv. Ну, а мы, Дмитрий Павленко, Евгений Довлатов и наш гость Фёдор Цун, мы говорим вам всего хорошего, отличных выходных. До встречи. Всё верно. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»